До последнего клиента в таком формате отработал Бурков на сегодняшней большой пресс-конференции. Все, кто хотел, свой вопрос задал. Однозначно всех присутствующих интересует мусорная реформа. Ведь платить по тарифу за 6 литров отходов в день будут и журналист, и губернатор одинаково. Мы знаем, что рассчитывается исходя из человека, а не квадратной площади. И это очень может сильно ударить по многодетным семьям. И здесь регион в этом случае, если тариф будет очень высокий, мы вынуждены будем проводить работу по введению льгот. Льготы – не выход. В прошлом году амичи-льготники получили в разы меньше бесплатных лекарств, положенных по закону. Редакция «Антенны-7» спросила у Александра Леонидовича почему. Счетная палата не так давно опубликовала материалы, и выявились не очень приятные моменты всех. И касаемо Омской области также взять хотя бы перечень обязательных лекарств. Если всего их 699, то у нас в области есть только 238 наименований. Но наверняка вы знаете, есть ли какие-то мысли, как решать эту проблему. Кадровая перестановка в Минздраве уже проведена, заметил Александр Леонидович. Новое руководство должно лоббировать эти интересы. Плюс увеличение доходной части областного бюджета. Это вот отдельная тема инвестиционно-экономической деятельности нашего региона. Но пока не будет наполняемости именно нашего областного бюджета, у нас эти проблемы тоже будут оставаться. Продолжая тему здравоохранения, губернатор рассказал, в Омске построят детскую инфекционную больницу на 300 коек. А в марте открыли поликлинику на Левобережье, которую уже посетили 11 тысяч человек. Мы открывали поликлинику на Левом берегу и сказали, что долгостроев у нас в регионе быть не должно. Поликлиника просто строилась несколько лет. Я скажу, уточню, 10 лет. Да. И вот в связи с этим вопрос, как вы будете ускорять этот процесс? Вариант один только. Это более жесткий контроль. То есть как это было с поликлиникой, как это было с театром Галерка, я лично выезжал и лично контролировал, как происходят строительно-монтажные работы. Главный долгострой города – Омский метрополитен, который журналисты никак не могут похоронить. Хотя даже Иван Ургант уже записал его в Клуб 27. Подземку точно законсервируют, резюмировал Бурков, а Федоровке быть года через три не раньше. У нас с вами другого выхода нет. Если мы хотим обезопасить город, если мы хотим получить площади для развития города на будущее десятилетие, нам в любом случае необходимо выносить аэропорт «Центральный». Он и сегодня, к сожалению, не принимает в полном объеме все авиаборты по классу самолетов. Развития там дальше некуда. В стройке примут участие три стороны. Федерация позаботится о взлетно-посадочной полосе, при Иртышье ответят за инженерные коммуникации, инвесторы займутся зданием аэровокзала и грузовыми помещениями. Пока не определены финансы и программа, по какой они пройдут. Спросили журналисты и про фасады, которые подлатают к саммиту. 169 домов стоят в гостевом маршруте. Технологии, которые применяются в настоящее время в ремонте омских домов, вообще не выдерживают никакой критики. Я же когда в Москве в министерство ходил, я говорил, дайте нам не только на фасады, но на крыши хотя бы, на инженерные сети. Нет, нам дали только, к сожалению, на фасады. Но мы зайдем в дом, а там завтра крыша течет. И возникает вопрос, мы ремонтируем фасад, а крыша течет, значит фасад недолго там отштукатуренный проживет. Кинотеатр Маяковский тоже попадает под реконструкцию, заметил губернатор. Кинотеатр Маяковский в стиле модерна построенный, он опоясан какие-то хай-тековскими киосками вокруг и сзади строительство нового современного такого куба. У меня тоже возник вопрос, а где глав архитектуры, куда смотрели, на ком основании. Возникает коллизия с федеральным законодательством. Оказывается, собственники частные, кинотеатр Маяковский, они вправе сегодня делать реконструкцию. Консенсус с собственниками Маяковского поручили искать Фадиной, все-таки центр города. Строительство новых футбольных стадионов и Манежной нацпроекты не попало, только Ледовый дворец. А арену реконструируют, начнут уже в этом году. Проект будет готов в мае-июне. Ответами более-менее доволен. Я хотел услышать и про арену Омск, и про аэропорт, он что-то новое сказал, и про свою команду, но, может быть, про команду хотелось бы больше услышать, конечно. Вопрос кадровых перестановок волновал многих обозревателей. В Минструе в руководстве не осталось ни одного мяча. Можно ли тут уточнить, какая дальше ваша будет в этом плане политика? Бурков ответил словами Дэн Сяулина, одного из лидеров КНР. Неважно, какого цвета кошка. Важно, чтобы она ловила мышей. И вот в рамках этого сегодня подбираются профессионалы. По сравнению с первой пресс-конференцией губернатор начал как-то более, что ли, развернуто отвечать на некие сложные вопросы или спорные. То есть, в принципе, можно услышать то, что ты ждешь, даже если, скажем так, вопрос будет какой-то провокационный. 23 развернутых ответа губернатора за полтора часа пресс-конференции послушали Анна Рыбина и Андрей Кузьмин. Антенна 7.